Накануне Нового года секретарь Лабутнанского местного отделения партии «Единая Россия» и члены Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» решили поздравить с праздником детей с ограниченными возможностями здоровья. В Центре детского творчества занимается 16 детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые в общей группе, кому-то педагоги выезжают на дом. Именно в это учреждение принес 16 подарков представитель партии «Единая Россия» Евгений Зуйков. Этот добрый поступок стал уже традицией. Есть вещи, которые ты делаешь не потому, что там это там, но потому, что ты это хочешь делать. Вот члены полицовета нашего города, партии «Единая Россия» посчитали необходимым поздравить детей Центра детского творчества с Новым годом. Просто и без всякого такого какого-то смысла двойного. Новый год – это же праздник волшебный, поэтому вот хочется. Дарить, дарить, еще раз дарить тепло, подарки, всем близким, особенно детям. Мы им очень благодарны, они отзывчивы, и детям очень приятно. И в рождественские праздники наши волонтеры, добровольцы выезжают и поздравляют деток с Дедом Морозом, со Снегурочкой. Детки в восторге, и нам приятно, и дети рады. Дед Мороз и Снегурочка с молодогвардейцами накануне праздника также решили создать новогоднее настроение особенным детям. Они пришли в гости к девочкам, ожидающим чуда. Поздравили, выслушали стихотворение и вручили сладкие подарки. Когда мы приехали к ним, они были очень довольны, они были счастливы. Они увидели, в первую очередь, Деда Мороза с Снегурочкой. Были, думаю, рады нашему приходу. Но я и сам, в принципе, видел, что детки улыбались. Им было, наверное, приятно, что мы приехали. И думаю, да, все-таки получилось нам задать какое-то им новогоднее настроение. Накануне праздника молодогвардейцы посетят еще несколько семей, в которых воспитываются особенные дети. Альмира Новоселова, Валерия Вартьеванян, Григорий Волков. Программа «Время местное». Альмира Новоселова, Валерия Волкова.